Максимальное удержание в стойке Максимальное удобрение производится Даже не всегда определяемся с названиями Давайте посмотрим, что сейчас будет происходить Наша задача как арбитров Это зафиксировать вес, который 14-летняя Варя удержит на себе на наших 20 глазах Попробуй, попробуй, на сколько? Кстати, ассистировать будут тоже знаменитые рекордсмены Наши братья Коврунские Вы их хорошо очень знаете, многие Итак, вес удержан Варя Ковру удерживает на себе вес Живой вес 297 килограммов Вот сейчас на ваших глазах Хрупкую 14-летнюю девушку Уважаем на себе 297 килограммов Не сумели принять барбару Голубую за 300 Но оставим вот это для следующего рекорда Итак, на сегодняшний день рекорд России Моя надеюсь, Украины 297 килограммов Мы официально это зарегистируем Конечно, нет, не устала Лучше всего три трюка А в привычный режимный график Входило три концерта, где было по 6 лет Варя, а что внутри происходит, когда ты поднимаешь? Что внутри? Ну, я даже не чувствую сейчас напряжение Потому что для меня это сейчас очень легко Просто мы сейчас думаем, как подцепить на меня больше Как посадить на меня больше Потому что сейчас у нас не хватает сооружений каких-то Возможно, даже денег на какие-то сооружения Твой потенциал какой? Даже сомневаюсь сказать Потому что я никогда не пробовала Варя, а когда ты первый раз вообще занялась этим делом? И почему это тебе в голову пришло? Мне это в голову не пришло Я смотрела на своего любимого отца Который занимался И мне, я не знаю, мне даже очень захотелось Это даже не можно сказать очень захотелось Это каким-то другим большим, можно словом сказать Потому что мне это настолько понравилось Что я не могу жить без всяких там трюков силовых Без какого-то силового вида спорта Когда я вот этим начала заниматься Я уже не знаю Просто в моей детской памяти Это, возможно, не сохранилось А как в семье отнеслись к тебе Что вот ты именно как девочка Занялась вот таким необычным делом? Отнеслись как дочери Которая выбрала себе Возможно, какую-то карьеру Возможно, какой-то даже вид спорта Потому что как относятся, допустим, к детям Которые идут на танцы Так же самым ко мне относятся родители Они даже мне помогают Способствуют развиться И они с первых дней начали мне этому способствовать Понимаешь, всегда найдутся люди сильнее Как будешь относиться к тому Если будут твой рекорд добивать? Я обязательно и тот рекорд, который будет побить Каким-то другим человеком Я обязательно добьюсь, чтобы его Пересовершенствовать Или победить Или я не знаю, что-то будет даже за рекорд Просто тяжело сейчас сказать Какая главная цель в жизни? То есть у спортива, например, золото на Олимпиаде А у тебя? У меня опять же золото на Олимпиаде Я очень хочу И надеюсь, что я этого добьюсь Стать олимпийской чемпионкой по тяжелой атлетике Желательно не однократной Потому что мой характер, возможно, не привык К поражениям, к каким-то, ну как сказать Неприятным ситуациям Чтобы мне говорили, что сильнее тебя кто-то есть Я не могу так сказать Это уже не хочется, конечно Если все повезет в жизни Если финансы позволят открыть какое-то свое силовое шоу Типа богатырских игр Или каких-то там таких соревнований В основном какую пищу стараешься придумывать? Стараюсь то, что есть на столе Потому что даже разнообразная пища Но я опять же говорила, что на то, чтобы хорошо питаться А у нас не хватает финансов Когда ты подходишь к рекорду Твое состояние и настроение влияет на рекорд? Я вот никогда не подхожу равнодушно к рекорду Мне постоянно кажется, что у меня что-то не получится Что у меня какой-то мандраж чувствуется Но это наоборот даже больше меня закаляет И наоборот лучше по дому Потому что если подходит человек, как называть это, с ремеслом У него обязательно какая-то будет оплошность И опиши, пожалуйста, состояние до рекорда и после До рекорда, как я уже сказала, у меня мандраж Я переживаю Мне как-то тяжело На душе, можно так сказать А после рекорда я уже в полное счастье Мне уже ничего не хочется Только уже думаю, какой еще рекорд уже следующий сделать И последнее, о чем у тебя сейчас мысли? О том, как ответить вам